Что там? Чёрт! Яна! Какого хрена? Чё ты здесь делаешь? Яна и Илья – герои, находящиеся в непростой ситуации. Это зависимые. Он от алкоголя, она от наркотиков. Совместный тандем героев Любови Аксёновой и Дениса Шведова проходит испытание «Не один телевизионно-платформенный сезон». Теперь выход на большой экран, но с теми же проблемами. Звезда сериалов и фильмов «Без меня», «Мажор», «Инквизитор», «Салют-7», «Содержанки», «Детёл», «Кипочка», Любовь Аксёнова и продюсер фильма Алексей Троцюк желают и своему детищу, и новым зрителям удачного полёта. Хотя в данном случае это отнюдь не расслабляющее и только лишь комфортное созерцание. Здравствуйте, я Люба. Очень приятно. Мне нравится, какая тенденция есть, во всяком случае, то, что я наблюдаю, какой мне материал присылают, какой я читаю. Мне очень нравится, он дерзкий, он интересный. И что касается и бывших, и как Вы упомянули, почку, и контейнер, это всё очень любопытные темы, любопытные сценарии. И люди, которые тоже этим занимаются, которые как раз производят, стараются, и мне нравится быть частью этих команд. Иди сюда, иди. Это срочно. Извини, чай. Ты своей жизнью займись, потом в чужие лезь. Психолог. Пока мы наблюдали за героями Ильяна и Илья, мы понимали, что у них очень сложные взаимоотношения. Мы понимали, что не может всё быть просто. Они не могут просто взять и жить вместе, заниматься йогой и рожать детей, я не знаю, жить счастливо до конца дня. Но мы очень хотим этого. Я как зритель, я хочу сама этого. Круг вопросов и интересов телепродукции, который сегодня весьма откровенно рассказывает и о социальном расслоении, и оригинальных детективных конструкциях, и позициях современных представителей бизнеса, и закоулках семейных и сексуальных похождениях, кажется, ещё не исчерпан до конца. Вокруг этого и собрана весьма внушительная группа единомышленников. Читаешь раз, читаешь два, перечитываешь, перечитываешь, копаешься, пытаешься ответить на вопрос, а почему так? Потому что первое впечатление, очень часто бывает такое, да ну зачем, зачем она что, дура, зачем она так делает? А когда начинаешь уже разматывать этот клубок, какое-то озарение происходит, и понимаешь, что, конечно, так, только так и надо поступить. И я бы так поступила, я бы хотела так поступить. Дмитрий Виаваров, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир». Дмитрий Виаваров, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир». Продолжение следует...